Всем здарова ребят с вами как себя дред и сегодня я начну собирать очень интересный проект военного робота-разведчика из игры киберпанк 2077 погнали я давно хотел себе собрать что-то подобное но если честно то руки не доходили то еще что-то переключалось и наконец-таки я все уже заказал серовые джойстики и так далее и так далее и сегодня мы начнем этот проект блин я его очень давно ждал и такс так как я вообще дуб дубом во всей этой робототехники для начала я соберу тестовую платформу на которой нужно будет отладить прошивку и понять заработает ли это все дело или нет ну а потом будем строить самого болта именно так этот робот называется в игре я уже распечатал кучу деталей нам еще понадобится куча серв 18 штук точнее беспроводной джойстик от playstation 2 ардуино подшипники понижайки аккум болты гайки ну и так далее ну и пока я все это там дело собираю не могу не выразить благодарность александру кормичу за помощь в этом проекте у саши есть youtube канал где он собирает подобных роботов кстати может видели шагающую буханку так вот это его проект короче ссылка в описании переходите и подписывайтесь у него очень много крутых видосов начиная от маленьких настольных боевых роботов заканчивая вот такими огромными шагающими роботами также у саши на канале есть видосы по сборке такого же гикса хода но уже с возможностью зарядки от солнечных панелей и там он подробно объясняет про электронику и прошивку этого робота ну и куча всяких тестов и так далее и так далее это очень интересно переходить по ссылке и подписывайтесь еще раз вас призываю потому что саша очень старается у него классные видосы мне лично запали все его роботы в душу я прям хочу все собрать если честно ну а я же в своем проекте решил за основу взять кинематику его робота и прошивку для управления и на базе всего этого создать уже свой прототип который будет больше похож на робота из киберпанка сервы кстати это tower pro на 15 килограмм и я надеюсь что они потянут на шагоход уже в законченном варианте так как по большей части робот будет собран из алюминия да по подсчетам конечно алюминиевые детали весит намного меньше чем те же самые пластиковые но я надеюсь что все будет хорошо на прототипе и на уже законченном варианте буду использовать мелкие подшипники с юбкой они будут установлены на противоположной стороне от качалки сервы чтобы максимально снять нагрузку с этих самых серв в данном узле и так вот такой здоровый получился у него база еще раз повторяюсь 400 миллиметров огромные ноги такие сейчас нужно сделать что нужно поставить понижайки почему понижать потому что питать все это дело будем вот такого от аккумулятора он 12 вольтовый ну точнее 11 и 13 понижайки на каждую пару ног подключаем плюс-минус понижайка управляющие провода уже будем подключать карту и не вот примерная схема вот такая вот это у нас перед это назад но здесь повышайте стоят потому что здесь все это система питался от однобаночного аккумулятора но в нашем случае мы будем ставить понижайки короче сейчас нарастим провода и будем сгонять управляющие провода в одну точку и сразу их подписывать чтобы потом не запутаться откуда они и куда идут погнали так как провода на сервах достаточно короткий решил их удлинить хоть эти скрутки и временный вариант но все же решил все пропаять исключив вариант плохого контакта да это конечно двойная работа все собрать потом разобрать потом снова собрать но лучше так чем потом искать какие-то баги в работе нашего робота да кстати что насчет новой реставрации прошлые выпуски вам очень хорошо зашли поэтому может сделаем еще парочку недавно на сайте виолити я приобрел вот такой вот советский велосипед в детстве я на таком катался и захотел что ли окунуться в прошлое что скажете виолити является сайтом для покупки и продажи антикварных предметов различных произведений искусства ценах и очень редких вещей а также кучи других предметов коллекционирования на виолити просто огромный выбор товара а удобная навигационная панель с разделами и подразделами поможет в поиске нужного вам предмета ребята уже 16 лет на рынке и заработали хорошую репутацию если возникнут вопросы вас в любое время проконсультируют и помогут сделки на виолити максимально безопасные так как виден рейтинг продавца ну и самое главное конечно же доставка с этим нет никаких проблем все четко и надежно отправка практически куда угодно и в удобные сроки ровно как и в моем случае ссылка на виолити будет в описании под этим роликом питание всех понижайек согнал в одну кучу и припаял клемме xt60 именно такая стоит у меня на аккумуляторе также для питания приемника джойстика и питания ардуино понадобятся две вот такие маленькие понижайки они намного меньше но их будет достаточно их мы также запитаем от аккумулятора напрямую подключив большие 20 амперные понижайки к аккумулятору сразу выставляем на выходе из них 5 вольт и такую же процедуру выполняем и с понижайками на ардуино и приемник это лучше сделать заранее чтобы потом не спалить сервы или саму ардуинку такс ну что питание передних серв от передних ног я свел вот сюда вот это от каждой сервы плюс и минус мы сводим два жгута я пока это все сделал на обычных скрутках мы это все подключим вот к этой понижайке и также управляющие провода вот они они пойдут уже к самой ардуинке я написал каждый провод почему чтобы потом не запутаться потому что их будет очень и очень много я пока сделал это все таким небрежным так сказать способом не укладывал провода я где-нибудь вот здесь их зафиксирую чтобы они не мешали передвижению ног ну так как это тестовый образец можно и так сделать чтобы не заморачиваться с прокладкой с прокладкой проводов короче и ту же процедура щас делаю вот здесь вот на этих средних ногах и на самых задних и потом можно будет уже подкинуть линию питания которое я собрал установить ардуинку подключить понижайку к ардуине и подключить вот эту плату от дуал шока так ну что небольшой тест что у нас получилось в итоге после сборки всего этого дела к сожалению файлы теста с камеры куда-то делись испарились провалились или еще то что-то от семьи случилось так что вот нашел что снимал на телефон и сорян за вертикалочку ну так получилось вроде все норм погнали моделить нашего болта первым делом конечно пришлось замоделить оригинального робота чтобы понять как же адаптировать кинематику тестовой базы и в то же время не потерять оригинальный вид болта скажу честно это было трудно взяв за основу исходные файлы гексохода саши мы принялись обращивать наращивать и рисовать новые детали которые имели бы визуальное сходство с болтом но в то же время имели же те же крепления и посадочные места под сервы как на тестовой базе и на все эти рисовалки просчеты изготовления новых деталей ушло примерно два месяца да конечно параллельно делались еще проекты но все же у нас получилось перед тем как приступить к резке деталей уже для новой базы из алюминия решено было вырезать детали из трехмиллиметрового акрила чтобы уже точно быть уверенными что все детали спроектированы правильно и мы нигде не накосячили такое бывает и никто от этого не застрахован что ж получилось все прям на ура с первого раза и можно теперь закидывать трехмиллиметровые алюминия марки амг во фрезерный станок и вырезать уже конечный вариант всех деталей да пока на установку сош мы не накопили так что будем использовать установку полисош капельного типа что ж детальки для всех ног готовы и можно приступать к постобработке стачиваем пеньки стачиваем заусенцы и снимаем фаски для винтов и саморезов с конусной шляпкой некоторые детали все же пришлось печатать на 3d принтере так как их геометрия не позволяла сделать их из алюминия или это наша лень не позволял короче неважно оно и не нужно было и кстати по расчетам программы детали из пластика которую мы заменили алюминиевыми деталями весили бы намного больше ну что ж можно собирать все в кучу закупил тут немного крепежа некоторые винты и саморезы пришлось брать из державейки так как оцинкованных аналогов у них просто не было да и хрен бы с ними но вот эта коробочка вышла в 1600 рубасов это я еще про сервы и платы не говорю которую вышли в 22 куска короче робот золотой а еще и пластик перед тем как установить качалки серв на свои места в штангах ног сделал отверстие в полтора миллиметра и нарезал резьбу м2 чтобы жестко состыковать качалку с этой самой штангой стыковать алюминиевые детали решено было через пластиковые детали где-то с помощью саморезов а где-то с помощью длинных винтов с гайкой на обратной стороне многие такие сочленения в будущем будут прикрыты накладками из пластика или тканевыми чехлами так что мы тут ушли больше в прочность чем нежели в дизайн ну что чтобы продолжить дальше собирать фаланги пришлось вытащить по 6 штанг на каждую ногу с резьбой м3 с двух сторон чтобы с помощью них и детали которые я также напечатал на 3d принтере собрать проставки для так сказать бедра нашего болта что ж вроде неплохо так получилось все таки есть что-то в этом алюминии но он реально выглядит лучше чем обычный пластик да блин забыл про нижней части ног это так сказать еще не стопы а вероятнее всего лодыжки я просто не спец в анатомии роботов подобных так что сорян если что эти детальки прикрутим через пластиковые проставки на винты м3 на каждую ногу упадет по две такие детали и по две проставочки дно корпуса также было решено сделать из алюминия и дабы облегчить всю конструкцию сделали еще и перфорацию она кстати послужит еще и вентиляции для всей электроники надоело нарезать резьбу вручную так что шуруповерт пришел на помощь борт в которой будут устанавливаться сервы я также напечатал на 3d принтере и прикрутил на саморезы из нержавейки к алюминиевому дну которая придаст достаточно жесткости роботу в добавок спроектировали и напечатали фальш дном также с перфорацией и шестью отверстиями по бокам для прокладки проводов идущих от серв до плат питания накладка это также присутствовала на оригинальном роботе так что от канона ушли недалеко что ж осталось только установить сервы в базу и установить все ноги и это казалось не так уж то просто одну ногу установить это не проблема а вот когда их 6 и они такой длинные тут уж пришлось попотеть но все получилось и так короче вот что на данный момент у нас получается все ножки у нас как бы работают качалочки поставили вот эти но их придется потом переставлять почему потому что у робота есть сервисный режим когда он выпрямляет ноги по 90 градусов выставляем качалки а потом уже режим ходьбы все у нас ноги двигаются передние ноги и задние ноги у нас выставлены под 45 градусов а средние ноги под 90 ну и короче как то вот так вот у нас получается следующем видосе мы доделаем верхушку поставим fpv систему потому что я хочу понаблюдать как он будет двигаться так сказать от первого лица ну и также поставим всю электронику сделаем защитные кожуха вот сюда вот или кожухи или бронепластины не знаю как их назвать короче сделаем сами вот эти пяточки они такие резиновые получится заднюю часть поставим охлаждение ну и сделаем вот сюда вот чехлы потому что в оригинальном роботе здесь вот такие вот из перфорированной кожи чехлы ну не знаю перфорированную кожу может не найдем найдем какую-нибудь подходящую ткань и будет у нас счастье короче на этом все ребят думаю через полтора недельки мы уже соберем и выпустим новый видос с вас как всегда лайкосик подписка на канал ну и всем пока